Багажник своей копейки Антон показывает с гордостью. В нем дорогая звуковая система. В авто, купленное за 5 тысяч рублей, гонщик вложил уже больше сотни. Жигули радует глаз тюнингом и аэрографией. А все благодаря заработанным на треке деньгам. К месту гонки Антон приехал на Жигулях, а на лед им ходу нет. По технике безопасности не проходят. Требования к автомобилям участникам строгие. Аварии на треке не редкость. Машины все подготовленные, все с каркасами безопасности, с ремнями, все в шлемах, все в комбинезонах. Это специально приготовленные автомобили. 1,6 с приводом на одну ось. На лед в этот раз выехали 25 таких спецмашин по числу участников из 8 команд. В заездах гонщики преодолевали по 4 круга. Всего же первый этап чемпионата при Амуре включил 30 заездов. И в каждом спортсмены могли принести своей команде максимум 5 очков. Касаемо организации, она значительно отличается от Хабаровской. Чуть-чуть другая конфигурация трека, старт по светофору, что как бы очень интересно, как бы необычно для нас. У нас стартует по флагу, что намного проще. А так как бы организация очень хорошая, все понравилось. Ну, будем стараться, может быть, еще приедем в этом году. Второй этап гонки состоится 27 января. На него снова постараются приехать спортсмены из свободного Заветинска и Хабаровска. Победителем субботнего состязания стала благовещенская команда Амур Птицыпром. Личное первенство возглавил тоже благовещенский спортсмен Владимир Курдюмов.